Увага развитию сельской господарки. Селета в регионе пошнется будовництво буйных молочно-товарных и свиногадошекомплекса. Узявляются и новые инкубаторы. Наша сдымочная бригада наведала молочно-товарную ферму предприемства «Лукская», которая заявилась в вёсце Белеца Жлобинского района совсем недавно и аж только начинает заполняться живёлами. Марина Северьянова с подробностями. Крыха у бок от дороги чистым блакитным колером зливаются с небом будинки новой молочно-товарной фермы «Лукская». Добудовали её как раз до Нового года, а со студенья начали комплектовать живёлами. Дойных остатков тут будет 750 голов. По коль в хлевах мерно жуют своё сено 130 коров. Увагу притягивают вентиляторы, яких тут множество. Треба ж поддерживать комфортный микроклимат для живёл и так званые «часалки». Тут назва говорит сама за себе. До речи, живёл купляют в господарках Гомельской области. Как выполнить все зоотехнические потребования, они завозятся партами по 20-30 голов. Проектную мощность мы выйдем до конца года, это когда уже начнёт доиться все 750 голов. Заполнив комплекс, мы планируем по всем правилам сентябрь-октябрь. Но доить все 750 голов, начнут за этим сараем два, они начнут работать уже на полную мощность к концу года. Ну а что с молоком? Какие результаты? Ну вот на сегодняшний день у нас расстелилось уже 20 голов и среднюю дой на раздой 23 литра. Это много или мало? Ну это средний результат, это есть у нас, есть чему стремиться. Сумма будовництва, а это бюджетная пазыка, перевысила 14 миллионов рублей. Керевництва каже, тут всё сделано для того, чтобы максимально спросить працу работника. Увы, нику поспех будет залежить только от выполнения технологических процессов. Заходим в доильную залу. По коль тут пусто, но всё готово для начала работы. Оборудование установил, разработали и запустили настройку, производил Гомель агрокомплект. Стоимость этого оборудования двух доильных ям, большой и малой, это большая яма на 32 головы. И есть ещё маленькая на 6, там где мы находились в цехе раздойа, стоимостью 1 миллион белорусских рублей. Зараз на ферме каля 20 работников. До конца формирования доильных остатков у двоя повеличится и колька супрацовников. Зарплата тут в среднем склада из 680 рублей. А льётся у всей передумавой для её росту. Реши для подвоза работников господарка закупила транспорт. Для работников и работы очень громаднейшие условия, так как под комплекс было закуплено очень много новой современной техники. Вот последний пример – это кормораздатчик. Чтобы выдержать технологию и дальше, в том плане про зарплату, когда мы разговаривали, чтобы её дальше стремиться и поднимать. И здесь люди имеют к чему стремиться. Бытовые условия созданы все. Для работы, освещение, паилки с подогревом, бетонированные кошары, ямы, кормовая база, склады – всё сделано здесь. Всё лето у Гомельской области почнется будовництво четырёх буйных молочно-товарных ферм в Светлогорском, Житковицком, Рогачёвском и Гомельском районах. Агульная могутность перевысить четыры тысячи галов дойных остатку. А кроме того, у Особена завершится реконструкция инкубатория. Новые инкубаторы будуют и в Саугасе комбинате Зара Мазырского района. Будок Ашалёвским всё лето уведут свиногадоучий комплекс. И ещё один – племянным – почнуть будовать в Добрушском районе. Марина Севриянова, Сергей Лукашук, телерадио «Гомель», Жлобинский район.